Факты в этом тексте подтверждены научными экспериментами. Когда мы думаем о любви, мы думаем о сердце. Мы учим слушать сердце, давать сердцу выбирать партнера. Но если взглянуть на сердце с научной точки зрения, то это всего лишь мышца, чья единственная функция – это транспортировка крови по телу. Так почему же мы чувствуем любовь в сердце? Когда мы чувствуем кого-то привлекающего, видя, слыша или другим образом, наш мозг понимает, что в данный момент нам нужно быть абсолютным в его или ее чувствах. Это создает стрессовую ситуацию, то есть мозг пытается решить слишком много задач одновременно – это жарить нейроны. Для того, чтобы охладить нейроны, мозг производит адреналин, что усиливает кровяное давление для более быстрой доставки молекул кислорода в мозг и усиливает скорость дыхания. Как побочный эффект мы чувствуем себя гиперактивно, сердце стучит сильнее, тяжело заснуть. В то же время, если партнер привлекательный, и мы надеялись увидеть его или ее привлекательной, тогда уровни допамина и серотонина поднимаются, и мы чувствуем себя хорошо. Еще в начале 20 века Зигмунд Фрейд доказал, что секс является естественным механизмом, как еда или сон. Когда человек не ест долгое время, ему мозг почти полностью занят находкой пищи. Когда человек не спит долгое время, его мозг почти полностью занят походом ко сну. Подобное происходит с нашим мозгом, когда мы не чувствуем оргазм долгое время. Концепция либидо, желание жить, это когда сексуальные оргазмы с человеческой жизни происходят достаточно часто, чтобы не чувствовать сексуальный голод. В мозгу есть некоторые механизмы, что создают этот голод, когда гормональная активность и подсознательное понимание, что нужно оставить человечество в живых, синхронизированы. Но после оргазма мозг верит, что дело закончено и расслабляется на некоторое время, после чего цикл возвращается. Человеческий мозг содержит приблизительно 100 миллиардов нейронов, маленьких электрических соединений, что позволяет нам думать, чувствовать и управлять собой. Феномен зеркальных нейронов – это когда мы копируем других. Когда мы занимаемся неким занятием, какие-то определенные нейроны срабатывают. Когда мы представляем себе это занятие или наблюдаем кого-то, занимающимся этим, большинство из тех же нейронов срабатывают. Это дает нам возможность чувствовать других и буквально делает нас копирующими машинами нашего общества. Все наши морали и ценности скопированы у людей вокруг нас. Понятие «хорошо» или «плохо» является произвольными объяснениями, которые структура нашего общества почитает. В возрасте от 10 до 14 человеческое тело синтезирует гормоны по типу тестостерона и эстрогена, которые меняют наше сознание напрямую, добавляя новую идею сексуальных взаимодействий. Главная причина в этих гормонах – это сохранить человечество в живых путем создания новых организмов, что называется, расти детей. Мальчик или девочка, выросшие до возраста с 10 до 14 начнут новый процесс в мозгу – поиск сексуального партнера. Но выбор партнера сильно связан с его или ее концептами красоты или хорошего партнера, что является четкой произвольной общества, где она или он живет. Детей можно разделить на три основные категории. В первой категории ребенок растет в обществе, где секс – это хорошо. Как произвольное, он понимает, что ищет сексуального партнера и, влюбившись, сразу будет пробовать заняться сексом. Во второй категории общества, вокруг ребенка знакома с сексом, но учит, что это плохо. В такой ситуации ребенок ведет себя романтически. Он пытается оставить о себе хорошее впечатление и понимает, что разговор о сексе может сделать партнеру неприятно. Это может привести к когнитивному диссонансу, когда его примитивные сексуальные импульсы идут против его культурных понятий. В третьей категории концепция секс запрещена. В этой категории ребенок делает, что ему велено, чтобы жениться, или покидает общество, уйдя к другим общественным идеям. Объясняя себя «это моя жизнь» и «я буду делать, что хочу». Еще одна большая ошибка – это социальная или религиозная нужда понять ценности, прежде чем приступать к сексу. Обычные оправдания для этого – они еще недостаточно умны для того, чтобы растить ребенка. Запрещенность этого вместе с желанием заняться сексом может привести к когнитивному диссонансу, что снизит допамин и серотонин в мозге. Это может привести к низкой самооценке, депрессии, опасному поведению или даже самоубийству. Также подобный когнитивный диссонанс может произойти в ситуации, когда абсолютный партнер не видит нас как абсолютный партнер, по разным причинам, которые возникли из-за общественных взглядов на концепцию партнер. Если убрать из общества этические факторы хорошего партнера, такие как возраст, внешний вид, положение в обществе и интеллект, и заменить их на научные и медицинские факторы воссоединения двух возможных партнеров, можно уменьшить этот когнитивный диссонанс. Окситоцин Окситоцин — это гормон, синтезирующийся во время оргазма, что ведет к нас в привязанности к партнерам. В то же время окситоцин — это родительский гормон, синтезирующийся во время рождения, что соединяет ребенка с матерью. Если какой-то мальчик или девочка поймет, что его никто не любит, он или она будут производить оргазм в другой форме — мастурбацией или покупкой сексуального партнера. В частности, второй способ либо запрещен, либо проблематичен со стороны общества, так что чаще выбирают первый способ — мастурбацию. Данная форма оргазма приводит к синтезу окситоцина. Это может оказаться проблематичным, если нет партнера. Это может привести к осложнениям как парафилия, когда человек притягивается к нетрадиционным возможным партнерам или к самому себе. Разновидности парафилии — это педофилия, некрофилия и гомосексуальность. Есть много случаев парафилии в нашей жизни. Но плохо ли это? Ответ на этот вопрос — это что все в нашем мире может быть и плохо, и хорошо. Для объяснения приведем, например, примитивные поселения в лесу Амазонки. Ихние этические понимания отличаются от наших. У этих людей нет ни интернета, ни других средств связи для того, чтобы получить наше культурное влияние. Мы можем зайти в один из их домов и увидеть три отрезанные человеческие головы на столе. Мы спросим, не пугает ли это вас владельца дома? И он ответит — да, ведь мой брат имеет двенадцать. Сумасшедшие они или плохие? Если бы это случилось в нашем обществе, то мы бы сказали — да. Но в их культуре это является нормативным хорошим поведением. В других местах нормативное поведение — это когда все жители, независимо от возраста, внешнего вида, положения в обществе и интеллекта, делают оргию. Одна из этих оргий появляется в деле самой молодой мамы, выжившей при родах. Ей было пять лет. По одной из версий, когда ей было четыре, она попала в одну из этих оргий и приняла участие в событии. Для того, чтобы решить проблему с «хорошо» и «плохо», нужно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Если обучить ребенка распределять нейронную активность и думать как психолог еще в очень юном возрасте, также дать всю необходимую информацию и подготовку для распознания опасностей, ребенок будет мыслить рационально про все. И мы сможем разрешить ему вступить в сексуальные связи с другими. Мы должны изменить программу обучения в школах и детсадах на неврологические понятия. Сделать так, чтобы дети учили мозг и психологию достаточно для способности манипулировать потенциальными педофилами, если у них нет возможности для сексуальной связи по разным причинам, таким как распознание опасности или нежелание сексуальной связи. Неврология, психология, социология и биология на высоком уровне должны быть выучены детьми в возрасте еще до тестостерона и эстрогена. Для того, чтобы они понимали более взрослых детей и людей, и почему они так себя ведут. А также для того, чтобы анализировать опасность и оставаться спокойным при этом. Это даст им достаточно информации в маленьком возрасте для способности самостоятельно выбирать. Также нужно обучать потенциальных мам и пап, как бы их родителями еще в младшей школе. Для того, чтобы их подготовить, если они захотят произвести на свет ребенка. Любовь не стоит в одной фазе. Акцитоцин может привязать людей, но не решает проблемы с эффектом скорости интернета. Когда граф должен показывать прямую линию, но показывает волны, что хаотично рисуются вверх и вниз. Люди не способны любить других на одном уровне все время. Когда-то мы любим больше и когда-то меньше. Это может создать проблемы с женитьбой, что мерит возможность любить на одном уровне всю жизнь. Если убрать из общества концепцию женитьбы и дать людям понятие эффекта скорости интернета в уровнях любви, то люди не будут чувствовать ревности и не будут преступлений, связанных с этим. Главная причина секса – это создавать новые организмы путем, называющимся «растить детей». Это механизм, который поддерживает человечество в жизни. Если люди перестанут этим заниматься, будут заниматься только мастурбацией или будут заниматься сексом только в презервативах, человечество в опасности. Главная проблема в том, что женщина чувствует очень сильную боль во время родов. В теории это приводит к большому уровню окситоцина, и женщина становится лучшей матерью. Другими словами, эта боль заставляет ее понять, насколько этот ребенок важен. Но из-за боли множество женщин предпочитает не беременеть. Они пользуются презервативами, чтобы не чувствовать сексуального голода без беременности. А также изобретают этические и политические законы, не позволяющие мужчине пользоваться ими как инкубаторами без их согласия. Ответ на эту ситуацию не будет найден, если думать об этом этически. С одной стороны, с женщинам не хочется чувствовать боли, но с другой, человечество не выживет, если никто не будет беременеть. Рациональное мышление не ставит боль как главную причину действий или бездействий. Оно означает продумывание составляющих для нахождения правильного ответа. Обычное женское тело способно выдержать эту боль без проблем со здоровьем. Боль еще там, но нет никакой опасности. Так ответ на это, что женщина должна раз в некоторое время выполнить сексуальную близость для главной причины. Но во все остальное время держать уровень либидо другими способами, для того, чтобы не чувствовать сексуального голода. Ей нельзя забывать, что на ней ответственность удерживать человечество в живых. Люди любят друг друга не из-за сердца, что дает команды мозгу «Я люблю», а из-за химических реакций, протекающих в теле и в мозгу, что создают наше сознание, мысли, воспоминания и желания, которые мы можем контролировать, если знаем про это. Почему мы выбираем одних и не желаем других произвольное нашего общества и его системы плохо и хорошо? Депрессия и грусть, созданные любовью, чаще всего являются произвольными ошибок в общественной системе. Только научный подход без этики дает нам больше возможности любить свободно, без депрессии, обсессии и так далее. Мы должны прекратить ревность, ибо ничто не навсегда. Прекратить пользоваться барьерами любви, такими как женитьба, возраст, внешний вид, положение в обществе и интеллект. Держать уровень сексуальной близости, что не портит здоровье одного из партнеров по разным причинам. И прекратить мешать рациональному мышлению, этическими идеями и стереотипами для лучшего будущего. Субтитры создавал DimaTorzok